О, Господи, наконец-то мы сегодня поедим! Боже мой, 48 дней этого поста! Даже не верится, что мы весь пост выдержали. Ой, кажется, голова кружится. Эй, вот молодёжь слабенькая пошла. Я вот пост с ноября держу. А почему с ноября? Ну, как отопление включили, так и держу. Бабка, где твоя проблема? А ты чё, алкаш, возле церкви делаешь? Её миленькую светить пришёл. Водку светить грех. А это не водка. Это незамерзайчка. Ну, может, незамерзайку и можно, кто их знает. А значит, кошачий корм не грех светить. А у меня барсик крещённый. И мурка крещённая, и Кася крещённая, и Буська крещённая. Ты уже даже животных крестит? Таких, как ты, нет. Ой, батюшка, батюшка идёт всё. Ой, батюшка. Ой, сейчас освятит. Ой, сейчас освятит. Желаю всем здравствовать. Здравствуйте, батюшка. Всех с великим праздником. Готовы? Да, конечно. Тогда начнём. О-о-о-о. А ну, стоять! Стоять всем, Толя. Ага. Толя, давай быстрей, батюшка, уже светить начал, давай. Бегу, бегу, гальюнчик. Сколько я раз просила тебе говорить, не называй меня гальюнчик. Гальюнчик – это туалет на корабле. А я у тебя галюсик. Понял, галюсик. Ага. Так, всё в порядке. Эй, эй, что это вы впереди? Я занимала. Когда? Это я с пяти утра тут. А я с того года тут. Ага. Женщина, я не понимаю, почему вы в церковь пришли с непокрытой головой? Кость, точно. Толя, это из-за тебя. А что это из-за меня? А то это ты вон без платка? Я посмотрела на твою дурную башку и забыла платок. Так а что теперь делать-то? Что делать? Снимать штаны да бегать. А, понял. Да подожди ты! Малахольный. Это шутка была. А? Я вон у женщины удолжу. Женщина, что вы делаете? Господь говорил делиться с ближним. Да ладно ты, я освящу и верну. Ой, кстати, у вас что тут вкусные пасочки? Женщина, что вы себе позволяете? Ой, что я себе позволяю? Такое в церкви вообще нельзя произносить. Кстати, невкусные. Нет? Наши магазинные вкуснее. О! Бабуля, а у вас там что? Угощайся, доченька. Алло, алло. Что-то вкус какой-то странный. С морковкой и беконом. Барсика любимые. О, Толя, запоминай, что надо в следующий раз к пиву брать. Слышь, незамерзайку будешь пробовать? Вот ты хамло, незамерзайку. Чтобы сразу туда отправиться. Женщина, я думаю, с таким поведением вам в раю места не найдется. Ой, женщина, да мне в час пик в маршрутке место сидячее находится. Там уж я как-нибудь разрулю. Я великодушно прошу меня простить. Могу я начинать? Да подожди ты начинать. Ты вообще кто такой? Отец Ануфрий. А я мать Галина, и шо? Мы еще продукты не разложили. Толя, раскладывай продукты, людей задерживаешь. Давай. Ага. Что уже есть хочется. А вы что, тоже пост держали? А шо, по мне не видно? Не, я не держал, ага. А Толя держал за двоих. Не удержал. Чуть слюной не захлебнулся. Когда смотрел, как я хомячу возле холодильника. Толя, ты шо делаешь? Шо? Ну, куда ты это на пол складываешь? Коронавирус кругом. Ну, шо ты. Господи, ты. Дай сюда, а. Женщина. Женщина, у вас руки чистые. Подержите, пожалуйста. Толя. Боже, как пахнет. Женя, держись. Толя, я тебе сказала, с балкона взять одеяло. Так взял я. Какое ты взял? Вот. Я тебе сказала, новое взять, а не старое. Толя. Ой, ну, гадо. Ладно, давай, вытрусим. Ага. Женщина, что вы делаете? Что же продукты? А вы что, схватили наши продукты, а? Давай, и в такой-то праздник. Да, Толя. Маловатое одеяло мы взяли, конечно. Батюшка, а давайте вот вы сначала вот нас всех освятите, а потом к ним вернетесь. А давайте. Стоять! Все по очереди. А то нам опять воды не достанется. Да, Толя? Ага. Ну-ка. Что у вас там водичка, теплая? Да что вы делаете? Странно. Я думал, рука сейчас зашипит. Толя! А? Ты нафига вот эти вот огурцы взял? Ты что, не видишь банка вздутая? Вот ты балбес. Воистину балбес, Аля. Вы бы не богохульничали перед батюшкой, а ты не матюкайся. Я-то стерплю. А вот... А что там? О! Дождь начинается. Толя! Батюшка говорит, дождь начинается. Давай, выкладывай быстрее, давай. А я думаю, что у меня колени крутят-то, а? А я что-то не поняла. Толя, а где яйца? На месте, Аллюсик. Вот ты антихрис-то. Это в такой-то праздник, Толя, Пасха. Так они крашеные. Ты у меня сейчас дошутишься. Да есть, есть яйца, шуты. Смотри, если б забыл, я б твои в лоток положила. Господи, я не понимаю, для чего вот такие вот люди ходят в церковь? Ой, женщина, если честно, раньше ради когора ходила. А потом они бодяжить его начали. Так что такое, чисто за компанию хожу. Толя! А? Холодец куда ты поставил? А? Посередине холодец ставь. Я что-то не понял, они Пасхе пришли, святители, юбилей праздновать. Толя, сигареты ты куда? С краю положи, Толя! А я, а гороховая каша где? Да ну, гороховое. Пюре гороховое. Трехлитровка вот такая стояла. Да перестань ты со своим гороховым пюре. Ты, это мое любимое пюре. Да весь дом знает, что оно твое любимое пюре. А, тьфу ты ну ты, а. Я же им позавтракала, точно. Я так понимаю, что сегодня все прихожане узнают, что вам нравится гороховое пюре. Ну, на этом все? А, да. Из первой сумки все. Толя, давай вторую. Ты вторая. Ты шо, ты так долго, Толя? Ты шо, Толя, рагу крышка не закрыла? Ну, шо ты? Ты закрывал же. Да не закрывал ты. Я вон врюхалась. Господи, ты. Женщина, что вы творите-то? А шо я ширными руками шо ли буду стоять, а? А вдруг я вас обнять захочу? Не надо меня обнимать. Я так поняла, я сейчас тут и умру в этой очереди, пока ждем. Заодно меня и отпоете. Никого отпевать мы не будем. Тем более сегодня в такой праздник. Сейчас дяк, он придет, свеженькой водички принесет. Что вы на меня смотрите? Что, что? Убить вас хочется? Да не хочется грех на душу брать. Давай я. Хочу одним грехом меньше, одним больше. За мной будешь. Батюшка, благословите. На святое дело еду. Давайте мы все успокоимся. Вот дяк, он уже водицу принес. Все готовы? Да. Давайте начинать. О-о-о-о! Толя! Шо? Кровянка где? О-о-о! Я ее в маршрутке забыл. Да беги быстрее в маршрутку. Отдал же бог мужа. Давно бы уже с ним развелась. Так нет же ж. В церкви повенчались. Есть! О, молодец. Правда не наша, но ладно. Ага. Ну, кто же пойдет? На этом все. Можно? Можно. Давай, брызгай на колбасу. Фух. Все, спасибо, спасибо. Все, побрызгал. Ага. Ну, теперь можно и на меня. На рабу твою. Твою мать. Толя! Что? Толя, где хрестик? Толя, хрестик! Ты одевала его? Ну, конечно, он еще ожог мне оставил здесь. Да ладно, ты его все равно раз в год одеваешь. Да не твое дело, раз в год я одеваю. Ах, варьё. Ага. А ну, стоять! Карманы выворачиваем. Чего? Выворачиваем, говорю, карманы. Женщина, да что ж вы такое говорите-то? А вы-то что-то глаза вылупили. Рясу задирай. Я говорю, рясу задирай. Ой, что такое себе тут пузо... Толя! Почти как у меня. Да ну, Галя. Тут же он? А у тебя вот такой? А, то... Бабуля! Вся карга старая. Сперла до крестик. Чего? Я думал, а что ты ее вот так вот к земле притянул, а? А ну, давай, давай, доставай крестик. Аля, так он же у тебя на спине перекрутился? О, точно, ладно. Живи, карга старая. Батюшка, что стоите? Только вас и ждем. Меня? Ага. Ага, ну, хорошо. О-о-о-о! Слушайте, а давайте я вам водицу святую домой отдам, вы там все сами посвятите, а? А что, так можно? Конечно, вам можно. Так а что же вы людям мозги-то компасируете? Ну, стоите, держите. Конечно, ну все, спасибо вас. Ага, с праздником. Спасибо и вас, это вам презент. Можете расходиться по домам. До свидания. Спасибо, что вы пришли. Ах, разходите, батюшка, вы что, а мы, вы им все воды раздали, а нам как освятить-то? Послушайте, люди добрые, да неужто непонятно вам, что неважно, сколько капель воды святой на тебя попало, неважно даже, сколько дней ты пост держал, важно, сколько любви в сердце твоем, и сколько ты этой любви даришь ближнему своему. О, вот что важно-то. Галя, ты мне не место заняла. О, Света, ты где ходь, ты пасхи купила. Купила. Батюшка, что ты стоишь, как истукан, брызгай давай. Я сейчас всю эту семью кадилом перее... Тихо, батюшка, не бойся. Да ты посмотри, да я террорий. Ты чего приберлись-то? Ну а ну и что дальше? Так. Гитлер украл мопед у Фредди Крюгера и уехал с женщиной-кошкой в сторону синагоги. Ха, прям новый клип Поляковой. Кто вообще этот Хэллоуин придумал? Ну нафига этот праздник нужен? О, пожалуйста. Дьяволу был нанесен удар тупым металлическим предметом на цепи шесть раз. Жесть. Это что ж за монстр такой, самому дьяволу навалял. О, Сергей Иванович, здравствуйте. Вы уже протрезвели? Нет. Да? Глазик не болит? Ой, что я... Вы уже не планируете отыметь всех сотрудников милиции? Нет, нет, нет. Хорошо. Одежду мою. Одежду. Одежду. Вот, пожалуйста, ваша одежда. Спасибо. Спасибо. Ой, мамочки. Кстати, Сергей Иванович, очень странный у вас наряд на Хэллоуин. Ага. Это моя рабочая форма. Подождите, так вы действительно... Саня, вот теперь все сложилось. Оказывается, это была не драка в клубе. Это было прям противостояние добра и зла. А еще портмоне мое было. А, портмоне ваше есть, да. Вот, пожалуйста. А еще кадило было такое тяжеленькое. О! Я только сейчас понял, кто дьявола ухайдохал. Ой, а можно водички? Святой. А что, есть пиво? Пожалуйста. Ой, что ж. Спасибо. Ну, давайте, рассказывайте, где вы были этой ночью? Ага. В раю. А что так грустно? Вы были в ночном клубе рай, правильно? Да. Да, да. Ну, рассказывайте, что там, как? На чем приехали? На автомобиле. Так, понятно. Марка автомобиля какая? Бентли Континенталь Супер Спорт Сжетти В12 Би Турбо. Ваш автомобиль? Нет, нет, это служебный. Понятно. За рулем-то хоть вы были? В основном я, конечно. Но периодически между мной и рулем женщина появлялась. Подождите, и что она там делала, интересно? Исповедовалась? Больше грешила, конечно. Я так понимаю, вы за рулем уже были выпивши. Ну, сами понимаете, не так часто в рай попадаешь. Ну, понятно, понятно, да. Скажите, пожалуйста, зачем вы избили охранников? Охранников? Так они, юродивые, меня не пускали в рай. Вот так и запишем, раз создаетесь. Значит, пиши. Ударил охранника Петра и Павла за то, что те не пускали его в рай. Петра и Павла. Господи, вот совпало-то. Уважаемый, а почему они вас туда не пускали? Сказали, что мест нету. А я не для того 30 лет в монастыре служил, чтобы услышать, что в раю нет мест. Господи, что ж будет-то, что ж будет-то. Вот если бы это были реальный Петр и Павел, то гореть в амбаду синим пламенем. Понятно. А так всего лишь два года исправительных работ. Как два года? Вы что? У меня же клиентура. Можно мне телефонный звонок? Звоните. Спасибо. Алло, Алексей, не смогу я отпеть вашу бабушку завтра. Минимум через два года. А по-моему, вы вчера уже ее отпели. Как это? В клубе. Вот. Моя бабушка горит в тропку. В тропку горит в тропку. Успираю твоя дырка. О, Господи. Голова-то у вас не болит после вчерашнего-то, а? Ой, болит. Болит? Может, таблетку дать? Ой, не надо. С таблетки в клубе вчера все и началось. Ладно, понятно. Зашли вы в клуб. Что дальше было? Ну, как что? Только я подошел к клубу. Тут у меня вся картина мироздания-то и рухнула. Представьте себе эту огромную неоновую вывеску «Рай». А под ней беснуются вурдалаки, черти, бабы голые, вертеп какой-то. Ну, понятно, понятно. Вы сразу решили покинуть рай, правильно? Не сразу. Я на одну минуту подумал, а вдруг он такой и есть? Но минутку вы подумали и покинули место. Я взял дополнительную минуту. А больше вы ничего не брали? Брал. Бутылку текилы, бутылку виски. А принесли мне их шесть зеленых мексиканцев. А не дофигали на одного человека? Так я же не один был. Я с матушкой. Хрен вы меня догоните! Менты голимые! Добрый путь! Земля прощает! Вот она мне таблетку и дала. То есть вы в клуб приехали с матушкой? Нет, нет. Я ее уже там встретил. У нее мальчишник был. Девишник? Сначала-то был девичник, а потом уже начался и мальчишник. Ты что? Ладно, хорошо. Пиджейку зачем вы трогали? Пиджейку? Я-то хотел прикрыть ее тело ногое. Чем? Собой? Ну, ежели ничего другого под рукой не оказалось. Понятно. А за сцену зачем вы ее потащили? Исповедоваться. И что? Она уверовала? Два раза минимум. Скажите, зачем вы полезли к диджею? Я просил его псалмы православные поставить во всеуслышание. Батюшка, ну откуда у диджея псалмы православные? Да что ж, я не понимаю-то ничего. Они же у меня завсегда со мной. Вот, на флешке. Зачем вы отобрали микрофон у ведущего? Дабы предупредить всех собравшихся на ближайшемся суде божьем. Ну и что, предупредили? Да. И что они вам ответили? Они сказали, юху, мочи еще. Хорошо, если вы мочили, то почему в клубе начался пожар? Это голос свыше. Сказал мне, встань, выйди на танцпол и зажги его. И встал я и зажег его огнем праведным. Да, да, да. И у вас сразу появились последователи. Человек 50. А откуда вы все эти подробности знаете? А вот ролик в интернете. Батюшка в клубе. О! Жалоб православные! Полтора миллиона просмотров. Ага. Скоро новый клип Зидзо перегоните. Ой, не дай бог этого черта бородатого обогнать-то, а. Короче, батюшка, придется вам из своего храма в наш храм, только уже с решеточками переехать. Тогда еще один звоночек, можно? Да звоните, звоните. Спасибо. Алло, отец Никодим, я в ментовке, код 12. Стоп, я не понял, что это за код 12 такой? Это наш корпоративный сленг. Код принят! Здравствуйте, ребятушки. Здравия желаю. Ребятушки, отпустите нашего батюшку, а. Он у нас хороший. О, у него приход свой. Ох, вчера такой приход был. Ну, есть же люди и хуже его. Ну, он матушку хотя бы взять. Мы его накажем. По всей строгости накажем. Он у нас целый год строгий пост держать будет. Э, я в ГАИ не вернусь. Сань, ну, может, действительно, ну, ведьма и у них есть люди нормальные, порядочные. Сразу видно, человек хороший, спокойный. И без понтов. Без понтов. Да, милиция. Хорошо, понял. Что? Все, можете быть свободны. Хозяин клуба забрал заявление. На всю волю Божью. Слава Богу. Батюшка, идемте скорее отсюда. Если купать начнут и поймут, что это ваш клуб. Вас анатоми предадут, батюшка. Спасибо. Ну, в общем, батя и взял грех на душу. Не, ну, мы его, конечно, закопали, по-христиански. Но боюсь, что живого. Бать, вот это можно как-то порешать, а? Сын Божий, Сиплый. Как порешать? Как порешать-то? Ну, как-как? Как в прошлый раз. Зачем мне еще одна бэха? Ну, что, я так понимаю, строим новую церковь, да? Сиплый, ты что, не видишь, что в стране творится? Не время сейчас деньги в бизнес вкладывать. А вот на Кипре самое то. На Кипре построишь. Только помни, грех у тебя очень тяжкий. Поэтому строй добротно, как себе. И чтобы с джакузи. Церковь с джакузи? Да. Будем отроков крестить. И колокольню можешь не строить, вместо нее бассейн поставь. Там одна цена, получается, я все посчитал. Бать, все сделаем в лучшем виде. И самое главное, Сиплый. Че? Пост. Соблюдай пост. Бать, да ты че, да всей братвою держим. Вы же у нас пример. Иди уже, Сиплый. Все. Иди. Алло, ресторан? Это Никодим. Мне стейк из мраморной говядины. Только не жирный пост сейчас. И водочки грамм сто пятьдесят, не более. Нет, нет, не сюда. Домой. Домой завезите. В загородный дом. Да, снимите с карточки. С бонусного счета. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. А, 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 а. Батюка. Я прошу прощения. Батюка, я слышал, как вы пели, батюка. В Киеве зараз тринадцята година. Вы слухайте Радио Промень. Радио Промень. Промень. Батюка, я прошу прощения, я в щелочку вижу. Я исповедоваться, батюка. Я быстро исповедуюсь. Давай исповедуйся, только быстро исповедуйся. Ой, батюка, спасибо. Ага, ага. Ой, батюшка, грех, грех у меня чашки, батюшка. Ой, я, это, мясо в пост поел, батюшка. Ой, йо, 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 йо. Да, ага. Что ж творишь ты, грешник? Ай, йо, 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 йо. Священный пост, мясо. А, батюшка, чем искупить, чем искупить вину, а? Три раза на ночь отчинаш прочитаешь. Ага. И четыре раза по пятьдесят гривен вот тут коробочку с надписью на храм положишь. Понял? Ага, ага. Все, понял. Все, иди, свободен. Батюшка, а этим мясом я водку закусывал, а? Ой, йо, 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 йо. А это я... Что ж творишь, что ты, окуянный? Шесть раз отчинаш прочитаешь? Ага. И теперь триста гривен в коробочку положишь. Понял, батюшка, понял. Все, не буду задерживать тебя. Батюшка, батюшка, батюшка. А после водки этой окуянной меня на бабы потянуло. Ну, этими словами тут никого не удивил. Что, батюшка? Я говорю, удивил ты меня. И уж то недостаточно тебе прегрешений. Батюшка, чему скупить? Чему скупить можно? Пойдешь в дальнюю комнату, подойдешь к ключнице, купишь у нее свечи и оставишь триста долларов. И отпустятся грехи твои. Все, иди с миром. Батюшка, а за триста долларов точно отпустятся? Ну, если не отпустятся, мы вернем тебе все свечи. Ага. Батюшка, батюшка, это же не все, батюшка. Женщина эта, блудница. Она же меня в свой дом привела, батюшка. В свой дом, представляете? А там дом, видим, какого-то олигарха. Все в золоте, в мраморе. Батюшка. Представляете, у них там посреди дома фонтан с вином, батюшка. Погоди, погоди, погоди. Ну что, я буду, ладно, всякие мелочи. Вот мы в этом вине второй раз и айх. С этой женщиной. Ладно, что я, пойду, батюшка. Погоди, не бывает мелочей для служителей. Каждому обязаны помочь. Что за фонтан? Не когор ли там лился? Батюшка. Батюшка, я в этом вине плохо разбираюсь. Ну, сладкое вино, знаете, сладкое такое. А насчет дома этого, вместо окон там стояли ли витражи из муранского стекла? Не понимаю, батюшка. Ну, какие-то картинки были. Ну, дева Нагая была там изображена? Не, не было. Баба с тисками была. Где вот так не было, батюшка? Ну-ка, поподробнее про этот дом. Была ли там красная крыша? Сделай так, чтобы это был дом прокурора. Нет, батюшка, такая золученая крыша, как у вас купола. А, вот. Что, батюшка, что? Плачьте, да? Плачьте, батюшка, да? Плачу, плачу. Вы что, курите, батюшка? Это ладан. Ага, ага. Что дальше? Да вот, батюшка, ну что дальше? Уже уходя, уходя, я, 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 ну, спьяну или что, зацепил локтем какую-то вазу, она упала, разбилась в дребезги, там. Епископа подарок. А? Третий век. Что, батюшка? Век тебе гореть в воду за твои прегрешения. Да понимаю, батюшка. Потом-то что было? Да что потом, я, я хотел вот эти осколочки спрятать, знаете, так, сгробнул, сгробнул, открываю комнату, ну, чтоб туда там, вместо комнаты сейф с деньгами, батюшка. Сейф, огромный денег там. Это что, судный день, что ли? Батюшка, ну я эти деньги взял себе и в полицию отнес. Ну, с этими я порешаю. Что, батюшка? А поощряю я это действие твое. Что дальше было? Там странные документы были, какие-то штампы, печати. Что, что с документами? Ага, в прокуратуру отнес, бабушка, сразу в прокуратуру. В старую или в новую? Я... Прошу тебя, сделай, что хоть сейчас чудо произошло. Сюда, сюда, батюшка, не ходим. Икона наша мироточить начала. Да не об этом чуде я просил. Уйди, юродивая. Завтра весь патриархат мироточить начнет. Ну, батюшка, ничего не оставил. Оставил, батюшка. Вот рыбок я не тронул. Рыбки божьи твари. Фу, спасибо. Я их отпустил. Взял, а когда аквариум так переворачивал, около речки, какие-то стекляшки посыпались, батюшка. Бриллианты! Стекляшки. Я думал, надо, сроднул, сроднул, так и этой женщине отдал, с которой, ну, у нас вот это вот и было. Вот. Она их взяла и говорит, к маме поеду, к маме. В Чернигов? На Мальдивы, батюшка, сказал. Вот. Судьба у нее, видать, такая. Видать, да, батюшка, видать, да. Ну, после этого ты хоть ушел из дома этого. Ну, почти ушел, батюшка. Ухожу, смотрю, в гараже какая-то машина. Я, знаете, из зависти, или что, так сжег ее, батюшка. Сжег, ну, прямо сжег. Какую машину? БМВ, кажется, батюшка. Какую БМВ? Обе, батюшка! Обе. А вон перекинулся заодно на вторую. Батюшка, обе. О-о-о-о. Ой, да. Батюшка, ну что вы? Вы что, водку пьете, батюшка? Это кошерная. Мне ее раввин подарил. Ага. Что дальше-то было, ты? Ну, что, что, что? Ну, после этого ушел я. Ушел, батюшка. Ушел? Да, ну, напоследок только дом сжег, ну, чтобы следов не оставлять. И ушел. Ай, все забрал. И к вам, Кайп. Что ж, что ж теперь делать-то мне? Ну, что делать, батюшка? Ну, что делать? Ну, для начала, отчинаш выучить. А? Ну, молиться начать. По-настоящему. Ну, на проповедях людям внятно говорить, а не 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Ну и поверить в конце концов? Во что поверить? В меня. Отче! Уверовал! Уверовал, отче! Всем сердцем уверовал! Один вопрос только у меня. А страховка дом покроет? Понял? Понял, пока в церкви поживу. Поживу! Ой, что ж делать-то, батюшки? Присходит, ой. Ой, беда, беда. Жиль, да как теперь? Ой, как теперь, не знаю. Беда, 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 беда. Ой, беда. Ой, беда. Здравия желаю, товарищ полковник! Тихо! Что вскочили-то? Еще честь бы отдали. Простите. Простите, товарищ полковник. Простите, отец Никодим. Простите. Все, садитесь. Куда на полковничье место? Иди. Бес попутал, бес попутал. Я решил провести экстренное собрание акционеров. Так как после принятия Томаса наши приходы стали посещать на 50% меньше. Ой, 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 ой. Если делать, то делать. Такое это. Иными словами, проанализировав недельные продажи, выяснилось, что рентабельность бизнеса упала на 72%. Как дальше-то жить-то, ну? У меня же Бентли в кредите. У меня семеро детей в Европе учатся. А разве может быть так, чтобы апокалипсис наступил для одной отдельной организации? Что же делать-то, ну? Не в упуце же нам переходить. У нас прописка московская. Ой, а что там наверху-то говорят? Да все то же самое. На все воля Божья? Денег нет, но вы держитесь. Дабы не закрывать предприятия, нужно адаптироваться к рынку и ввести какие-то изменения. Готов выслушать любые ваши предложения. Есть один вариантик. Слушаю. В Мегамолах. Где? Ну, в торговых центрах. Они, чтобы увеличить посещаемость, проводят различные акции. Ты ближе к делу, Марфа. Да, да. Вот и я предлагаю во дворе нашего храма поставить чертовое колесо. Марфа, ты опять начала коньяком причащаться? Просто предлагаю. Слушайте, а если мы около каждого нашего храма большой баннер повесим с надписью, что отпевание только в храмах московского патриархата гарантирует мгновенное попадание в рай? Мгновенно не получится. Чё? У нас же нет прямого рейса. Стыковка через Минск. Ну, что же несправедливость-то, а? Я не знаю. Молодцы, молодцы. Молодцы. Просто проверяю. И угрозы пишут. Говорят, на Пасху будут красить и бить яйца. Так это ж каждый год делают. Ну, в этот раз они написали фамилии и должности. О, а если мы скажем, что мы геи... Геи. И что? И нас притесняют. Европа за нас заступится. Если мы скажем, что мы геи, они нас не только выгонят, но еще и вы... Хорошо бы! Марфа. Отец Никодим, ну, у вас же на исповедях и прокуроры, и депутаты, и министры. Ну, вы же, наверное, обладаете такой информацией. Обладал бы, если бы на исповедях не засыпал. Ну, каждый день одно и то же. Бабки, телки, тачки. Понятно. А давайте акцию запустим. Какую акцию? Коммунальная молитва за снижение тарифов. Или автодорожная молитва от гвоздей и жезлов. Мелко это все. Тут глобально нужно бизнес спасать. Глобально надо, глобально. Батюшка, не хотим! Батюшка, не хотим! Вы разрешите доложить. Докладывай, лейтенант. Еще один приход отобрали. Да что? А еще один. Как произошло это? Полиция первой зашла. А там отец Георгий. Ему перекреститься, а он... А он? По привычке честь отдал. Что-то удалось спасти? Да. Клиентскую базу ВИП-прихожан. Это ты молодец. А кого-то запомнил? Никого не запомнил, никого не видел. Я в то время на коленях стоял, с головой опущенной. Правильно. В то время вам мог помочь только сам... Только сам Иван Иванович из СБУ. Я же его визитку-то искал на коленках. Нашел? Нашел, позвонил. А он трубку не взял. Батюшка, этот тонус хуже, чем кризис. Да знаюсь, садись уже, лейтенант. Не береги душу. Слушайте, а я могу в синагогу позвонить. У меня там родственники. И что? Как что? Ну, деньгами они, конечно, не помогут. А вот с советом помочь смогут. У них похожая ситуация была. Ты типун тебе на язык. Они 40 лет искали рабочие места. Слушайте, может быть, в полицию пойдем работать, а? А что, принцип работы такой же? Согрешил, заплати. И форму переживать недолго. Погоны налепил, и все. Можем ездить по городу и мобильно причащать, а? Можем счастливые часы организовать. Согреши два раза, заплати за один. Или оплати крещение и получи за упокойную бесплатно. Вы нормальные вообще? Слушайте, ну, может быть, мы такси свое откроем? Такси, ну, первое православное такси. Тариф по-божески. Ага. На наших пятилитровых машинах. Невыгодно. А мы на газ перейдем. Газ-то наш. Наш. Газ, он тоже сейчас проблемы. Ой, не дабида. Мы обложили со всех сторон. Без паники. Думайте, думайте. Думаем, 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 думаем. Слушайте, ну, вот были же времена-то, ну, а? Вот местные политики все на коленях стояли, руки нам целовали. Это когда такое было? А, вас тогда не было. Мы в лавре корпоратив проводили. Конкурс такой. Вон, с Марфой делали. Марфу третьего дня нашли за колокольней. Марфа. Ой, а давайте в интернет выходить, а? Наш церковный блог заведем, а? Ну и как ты себе это представляешь? А вот так. Всем привет, я отец Михаил. А это мои братья. И сестры. Мы сегодня будем отпускать грехи онлайн. Если вам понравился видосик, сдавайте на храм и ставьте колокол. Бум-бум. А что, отличная идея. Ну, можем рекламные ролики пускать, ну, как перед фильмами на Ютубе, а? Ага. Ну, быстрые службы! РПС! Дешевые свечи! РПС! Надежный церковник! РПС! А Ютубный канал назовем Побойся Блога! Вы бы еще предложили исповедь онлайн транслировать. Мы должны эту информацию наверх сливать, а вы ее в интернет. А давайте, давайте в интернете грехи отпускать, а? Ну, как эти, электронные батюшки. Сокращенно, Е-батюшки. Вот. Вот ставить матерщину. В интернет лезть вообще не будем. Там есть наши люди, хакерами зовутся. Патриарх звонит. Да, товарищ генерал. Слушаю. Да. Конечно, передам. Есть приступить к плану Б. Просил передать, что если мы еще один приход УПЦ отдадим, нам ПЗДЦ. Ой, беда, беда. И сказал переходить к плану Б. Мы с вами организуем нашу партию и будем баллотироваться в парламентских выборах в Верховную Раду. А как партию назовем? Слуги Божьи. Этот бренд уже несколько занят. Поэтому создадим свой. Попоблок. Попоблок. Не хочешь в стране попы? Голосуй за Попоблок. Товарищ генерал, я все понимаю. Недобор. Ну, у меня ж тут не психбольница. Кого вы мне присылаете? Есть подождать до выборов. А вы сегодня будете? На больничном. Ну, выздоравливайте. Заходите. Здрасте. Да. Щенячий патруль в полном составе. Многое лето, многое лето. Да шо ты забываешь? Привет, начальник, че вызывал, а? Во-первых, не начальник, а товарищ майор. Во-вторых, вам лично я запрещаю употреблять слово «вызывали». А в-третьих, что это за внешний вид? Дольче Габбана. Нам сказали, что форму выдадут нам только на следующей неделе. А пока сказали свою максимально приблизить к полицейской. Да, приблизили, так приблизили. Это что такое? Магнитола. Чья? Давай пятьсот твоя будет. Я спрашиваю, чья магнитола? Это из нашего патрульного автомобиля. Сами понимаете, ситуация в городе сложная, стремно его так оставлять. Кадила вам зачем? Это исключительно для самообороны. Для какой самообороны? Ну как же. Для этого у полицейских есть оружие. Оружие нам не дали, сказали Палевна. А у меня оружие осталось с прошлой работы. Значит так. Кляп на ручнике. Дубинка кое-какая. Какая? На батарейках. Значит у меня там еще есть что? Клофелин. Что? Ой, нет, это спаза прошлой работы. А, так значит, клародий для Семены от давления. Вот, кстати, по Семеновне. Семеновна, мне докладывают, что вы не отвечаете на запросы по рации. То есть вы согласны. А, да не, начальник, все это по-другому. Семеновна, включи аппарат. Служу Советскому Союзу. Ну теперь понятно, почему она в рацию не отвечает. А, ну если понятно, я отключаюсь. Семеновна, включите, я не закончил. А я батарейки экономлю. Семеновна, включите и послушайте. Ну снимайте вы этих ваших котов с деревьев, бог с вами. Ну зачем вы потом их всех тащите в отделение? У меня уже как в цирке воняет от ваших котов. Я этих с котов. Да я про котов, не экономьте вы ваши батарейки. Так, так, котиков же нельзя в квартиру. Почему? Соседи вызывают полицию. Мы приезжаем и замкнутый круг получается. Так, Семеновна, завтра же, чтобы твоих котов в отделении не было. Семеновна, сегодня же убери котов. А может это и не коты вовсе делают. Теперь по вам. Отставить сосать леденец на работе. Не, подождите-ка, шо значит отставить? Вы же сами говорили, шо леденцы нам положено по инструкции. Леденец на нашем сленге. Это жезл для остановки транспортных средств. А знаете, шо на нашем сленге обозначает жезл? А ее леденец лучше работает. Она его, когда из рота вынимает, шесть полос останавливаются посмотреть. Вот это, вот это что за самодеятельность? Это средства для остановки любых транспортных средств. Человек останавливается, водитель сразу выходит из машины, становится на колени, целует крест. Да такого уважения к полиции отродясь в этой стране не было. А поборы как увеличились? Пожертвования. Какие пожертвования? Абсолютно легальные, вот. Все записано кто, кому, чего. Товарищ начальник, мы тут в стране такие порядки наведем. Ты страну не узнаешь. Не надо меня пугать. Вы понимаете, с тех пор, как вы заступили на патрулирование, раскрываемость упала в два раза. Ой, только не надо вот это вот наваривать. Вот в этих руках ничего еще никогда не падало. Да, батюшка? Начальник, просто в органах сейчас наши работают, а своих сажать западло. У вас телефон. Алло. Какая нахрен агент Кирилловна? Это меня. Я сказала, что на этом номере буду. Это вообще-то мой номер. Да иди ты. Алло. Семеновна у телефона. Так. Так. Конец связи. Агент Кирилловна докладывает. В подъезд зашли один наркоман, две проститутки. Я прошу прощения. И овчарка без наморника из семнадцатой квартиры. Овчарка заминировала подъезд. Выезжаем на задержание. Поехали. Да какое задержание? У нас есть четкий план. А почем наш четкий план? План по раскрываемости правонарушений. А вы его срываете. Вы должны препятствовать правонарушениям, а не создавать их. У меня вот целая стопка жалоб на вас. Семеновна, вылетишь со своими котиками? Котики протоколы изучали. Может, чего вынюхают? Вы вчера преследовали автомобиль. Где видеозадержание? Удалил от греха подальше. От какого греха? От ютубного. Какой автомобиль вы преследовали? Mercedes Maybach Limited Edition 63 Turbo compressor. Кто был за рулем? Мой бывший шеф. А пассажиром? Ваш нынешний. А с кем он был? С моими бывшими коллегами. Теперь понятно, на каком больничном, товарищ генерал. Кошмар. Начальник, можно присесть? Ноги затекли. Садитесь. Спасибо. Вы с ума сошли? Встаньте. Спуститесь. Встаньте, то спуститесь. На ноги. На ноги опять. На пол. Так. Где вы должны быть сегодня? Вы сегодня должны быть на Шевченко 8. Чё, а шо там? Там бордель, который работает под прикрытием массажного кабинета. Не-не, сегодня нереально в него было попасть. Я звонил. Только на завтра смог записаться на 17.00. Какое записаться? Вы должны были приехать и закрыть этот бордель. Мы закрыть бордель? Они чё там оборзели? Пусть старожей нанимают. Чё должна полиция приезжать и закрывать этот бордель? Завтра мы с трептистом танцевать будем, ага. Не, подождите-ка. Я на свою бывшую работу не вернусь. Я могу вместо неё работать. Внедрите меня тайным агентом. На Сталинграде 36. Что произошло? Да шо, короче, нам позвонили. Сказали, шо из сауны очень громко матерятся мужики. Ну, мы и выехали на воздержание. Задержание. Вы там были. Нам лучше знать, на шо мы выезжали. Короче, мы с Семённой заходим. Понятное дело, выбрали меня, а Семённу поставили на стрёме. Что значит выбрали? На вас была полицейская форма? Да ясен пень была. Мне ж-то за неё ещё доплатили. А вы, Семённа, как там оказались? Вы же на стрёме стояли. Ну, так она орала так, что я подумала, что это нападение на полицейского. Вызвала подмогу, а сама в бой. Захожу в сауну, там не видно ничего. Туман, я дубинку схватила. И давай, давай, давай шарашить. Какую дубинку? Это я потом поняла, какую. Когда хозяин дубинки сказал спасибо, я закурил. Вы вдвоём как так оказались? Как же по-другому-то. Семёновна подмогу вызвала. Мы подъехали к этому борделю. Первым вошёл раб Божий череп. Что там было? Начальник, то же там было не для протокола. Но было весело и необычно. Вы понимаете, если начальство узнает, вас вытурят из органов. Ой, знаете, что я за эти органы не держуся. Ну, в смысле, я держу... Ну, короче, вы поняли. Если бы вы знали, кто там парился, вы бы вот так вот не говорили бы. И кто? Водитель и пассажир автомобиля Mercedes Maybach Limited Edition. Господи, ну почему все идиоты в одном отделении? Не надо на меня смотреть! Кто допрашивал Иванова? Я. Мне докладывали, что вы показания из него выбивали силой. Бесовская клевета. Да. И когда вы с ним встречаетесь в следующий раз? Через девять и через сорок дней. Кто допрашивал Акопяна? Да я себе никто. Почему так долго? Так а шо он же допрос продлил? Ладно, главное, что он раскололся. А расколол-то его я. Да, по принципу плохой, хороший, полицейский. Ну так как, она была плохой, а вы хороший? Нет, там хороших вообще не было. Сначала череп ему настучал по черепу. А потом я говорю, слышь ты, фраер! Если ты сейчас вся волосвою не раскроешь, еще и кадилом по кумполу получишь! Ауа! И что, после этого он сдал всех подельников? Нет, это уже котики мои постарались. Они ему в уши нас... Так, Семеновна! Семеновна, включи на максимум. Я тебя уволю с твоими котами! Эй! Ну вот и обучилась. Далеко дорога... Да рано еще забывать, завыватель! Семену и нужно нежненько. Ой, вспомнила! Слышь, начальник! А перед тем, как в человека стрельнуть, надо обязательно передупередительный воздух сделать. Ну, по инструкции да, но ситуации бывают разные. А, у меня как раз ситуация разная. Семеновна, ты чего? Ты куда? Собес, они мне пенсию неправильно насчитали. Семеновна, стой! Стой! Семеновна, остановись! В этом мещаде ада лишнее кадило не помешает. Пойдем! Куда вы? Яна! Ну вот как так можно было? Ну как можно было столько штрафов получить за превышение скорости? Я же тебе рассказывал, что по всему городу стоят камеры. Саша! Так там вот, вот это штрафы, это не только за превышение. Вот там есть и за ДТП, и за неправильную парковку, и за езду по клумбам. Да? Ты что, по клумбам ездила? Ну а как я могла на такой скорости остановиться перед этим кружком? Капец! И все это в один день! Блин, Яна, ты куда спешила вообще? Саша, ну я просто узнала, что в одном магазине женского белья такая акция есть классная. Короче, там покупаешь три позиции, и тебе дарят сертификат на тысячу гривен. Прикинь? Вот. Сертификаты. Тут тысяч на пять. Саша, это штрафы. Ну в общем, сертификат я так и не получила. Ну, просто я ехала туда, и потом такая вспомнила, что я не взяла кошелек. Так что вот это я еду туда, вот это я еду обратно за кошельком, а вот это я еду обратно туда, а это, это я ехала назад, чтобы показаться тебе в белье. А, я вижу. Езда задом по встречке. Отлично. Блин, и тут обед, да что ж такое-то, а? Саш, ну поехали тогда в другой банк. Не-не-не-не-не, Ян, мы никуда не поедем. Ты хочешь еще столько же штрафов наловить? Нет, я вообще у тебя машину забираю и покупаю тебе велосипед. Во. Саша, на велосипеде небезопасно ездить. Может машина сбить. Да ты-то откуда знаешь? Ну, там... Извините, здесь можно штраф за превышение скорости, а... Подождите, вы же велосипедист, вы с какой скоростью вообще ехали? Я ехал с нормальной скоростью по тротуару. И тут какая-то блондинка сбивает меня, представляете? И вот я пока летел, меня камера и зафиксировала. Вот, 73 километра в час. Не могла эта курица сбить меня на 3 километра медленнее. Как он меня назвал? Почему курица? Работу потерял, клиенты обиделись. А, вы это, доставчик, пицца, суши, да? Нет, я свадебный оператор. А, и много сейчас свадебные операторы зарабатывают? Вот эти операторы гораздо больше зарабатывают. Ну да, согласен, согласен. А вы кем работаете? Я, я меценат, помогаю МВД, спа-салонам, магазинам нижнего белья. Ого, а жена, наверное, ваша не работает. Как не работает? Работает. Она у меня водитель, профессионал. Да. Ух ты. Я мою боюсь пускать здоровье. А, между прочим, очень зря. По статистике, женщины намного аккуратнее ездят, чем мужчины. Вот она, статистика. Вот она вся. Это столько штрафов у нее? Да нет, вы что? Это фотосессия. Она, значит, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда мимо камеры моталась, ждала, пока фотка получится хорошая. Так получилось. Получилось. Там же знаки стоят. Предупредительные, что скоро камера. Какие знаки? Ну, на синем фоне старинный такой фотоаппарат. А, это фотоаппарат? Ну да, ты скворечник, скворечник. Не, ну я так думала, что скворечник. Вы хоть думали? А та курица даже не подумала остановиться, извиниться. Может, просто мозгов не хватило? Да я просто опаздывала. Да? Я предполагаю, что та тупая курица просто очень сильно опаздывала в один магазин нижнего женского белья. Кстати, очень хорошего. От лука, ого, эти все штрафы. От лука, ого. Кто последний? Батюшка, вы что, тоже скоростной режим нарушаете? Сын мой, у меня Бентли Континенталь Суперспорт с GT. Под капотом В12 Битурбо. Мне сам Бог велел. Ох, от лука, ого, это все. Хоть бери и добавляй еще одну заповедь в Библию. Какую? Не гони. Нету еще по-божески, всего пять штрафов. А вот Пантелеймон вот попал, так попал. Смотался из Киева на Ибицу. В Испанию? В Одессу. Прошвырнулся один. Там штрафов столько, что пришлось приход заложить в ломбард. Ох, от лукавого это все. Вот раньше-то как было? Едешь, останавливает тебя гаишник. Ты исповедовал его душу заблудшую. Грехи отпустил, и он тебя отпустил. А сейчас эти ока Люцифера на каждом перекрестке. Да, да, это Никодим. Да, помню, светил ваш автомобиль вчера. Сгорела машина? Ну вы же выбрались. Ну вот, не благодарите. Бог подаст. Так, эту сим-карту мы выбрасываем. Батюшка, а я слышал, что сейчас специальная такая пленка на номера клеится, и все, камера в номера не фиксирует. Да клеил я это все, глупость. Разводняк. У меня Bentley Continental Super Sports GT, она одна в городе такая. Слушай, Саша, тогда мне тоже такое надо купить. Ты с ума сошла? Она 1200 стоит. 280 евро. А, не, я брала защитную пленку. А, в твоем случае, Яночка, защитная пленка это скотч, чтобы рот тебе заклеить, руки тебе замотать и ноги, чтобы ты близко к машине даже не подходила. А, скажите, а вы не в курсе, может у них абонемент какой-то имеется, ну как в фитнес-клуб, ну чтобы ездить к ним постоянно, а то я пока сюда ехал один штраф оплачивать, еще четыре хватанул. Вот такой вот абонемент мне надо купить, только чтобы еще с бассейном было. Ну да, наша машина еще только в бассейне не бывала. А, скажите, а вы сами что, не водите? Да, конечно, вожу, я профессионал, 25 лет за рулем. Ну так... Сейчас временно, пока без прав. А, что там? Да там вообще мелочь такая, ну просто капец. Ну проехал на красный, через двойную сплошную. Бабка эта еще так медленно шла, ну просто капец какой-то. Переход этот вообще непонятный. Отпустили бы, честно, если бы не этот мент на капоте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Да, это Никодим. Господи, это же новая сим-карта. Да-да. Что? Порчу наслать? Да вы вообще понимаете, куда вы звоните? Я этим не занимаюсь. Уже год как? А, на МВД порчу? Это можно. Это можно. Сейчас я вас запишу, вы в очереди будете 666-й. Ой, ну надо же, как у меня номера на машине. До свидания. Ой-ой-ой. Извините, вы меня не пропустите, мне будет только один штрафик заплатить. Вот, Яночка, один штрафик, учись. Один штрафик всего. Да ты, матушка святая, ты сюда по воде шла? Ай, там, за неправильную парковку. О-о-о, не женщина, мечта. А скажите, а сколько у вас там за эту неправильную парковку? Сто тысяч. Это куда же ты так припарковалась, дочь моя? В кортеж президента и припарковалась. Ой, ну не расстраивайся, на твоем месте мог быть любой из нас. Кортеж-то не маленький. И главное, ни одного велосипеда. Я-то не против пропустить, но там в окошке никого пока. А, ну тогда я буду за вами, а пока быстренько в больничку к мужу сбегаю, а то он с ума сошел, когда про штраф узнал. Ой, бог помощь, бог помощь. День добрый. Здравствуйте. А вы все по старинке, да, в очереди стоите, в кассу, чтобы штрафы оплатить. Я вот, между прочим, скачал себе приложение, привязал кредитную карту. Как только штраф приходит, у меня сразу со счета деньги исписывается прям плин-плин-плин-плин. Если вы такой умный, так что же вы пришли в банк оплачивать-то? А я не штраф пришел оплачивать, я за кредитом пришел. За два дня минус 50 тысяч на Плимкало. Кто крайний в кассу? Дедулечка, если вам коммуналочку оплатить, то можете без очереди идти, в принципе. Да нет, мне не коммуналку. Мне штраф за превышение оплатить надо. У меня таврия до 220 разогналась. О, господи, это ж как эту адскую колесницу до 220? Сам не знаю, меня просто один придурок на тросе тянул. Забыл, наверное. Ладно, этого дурака фоткали, я при чем тут? За мной будете, дедушка. Офиг тебе, придурка-кусок, я за тобой уже был на тросе. Может, я просто денег дам и все? И денег дашь? Мне еще салон чистить. А вам, кстати, привет. Мне? От Архангела Михаила. А где вы с ним, так сказать, пересекались? Когда стрелка за 200 перевалила. Он ко мне на пассажирское подсел. И говорит, не боись, Петрович, сегодня не твой день. Мы просто еще раз решили убедиться, что мы правильно делаем, что всех инженеров таврии в ад отправляем. Ой, правильно, так ему и передайте. Да как я ему передам теперь? Да я вас обратно тащить буду там. Иди ты. Где это все оплачивать, а? Ого. Это у вас, наверное, тоже суперкар. Дайте угадаю. Мазерати Кватропорте? Нет. Порше Панамера ГТС Турбо? Нет. Ламборгини Диабло? Богдан Диабло. Маршрутка. Нам же теперь стоячих брать нельзя. Приходится ездить три раза быстрее. Но я им гадом отомщу. Я им все штрафы по копейке мелочью оплачу пришел. Вот на. Здравия желаю, кто крайний. Тебя, что ли, тоже штрафанули? Дожились. А я думал, у вас индульгенция, как у нас в налоговой. А нет, тут у меня такая ситуация приключилась. Ну, у меня же был свой бизнес маленький, ну, вы знаете. А тут эти камеры на дорогах поставили, и все, весь бизнес попирилом вниз, так сказать, покатился. Правильно? Думаю, ну, что делать, что делать, что делать? Так прям три раза подумал. Думаю, возьму пистолет и шмалю в эту камеру, а? Надо же было четвертый раз подумать и сзади в нее стрелять. Я прям перед ней встал такой. А там, а там, а там, мимо осечка, мимо осечка, мимо осечка. Попал, попал. Ой, так попал. Ой, 30 фотографий мне моих показали, где я вот так с пистолетом стою. Ой. Вот пришел оплатить штраф за порчу государственного имущества. Ой, вот так вот оно надо делать. Вот оно что, как вы, вот так вот. Вот оно что. Вы чего делаете? Да, если честно, я до сих пор думаю, что вот вся эта история с камерами, это сон, сон какой. А там, просыпайся, сон. Ой, просыпайся. Да подождите вы. Не думал, конечно, что когда-нибудь вам такое скажу, но при вас было лучше. Спасибо. Вот у Янки, у моей, ни одного штрафа не было. Да, что и говорить, святые люди, молитву прочитаешь и отпустят тебя. Ну да, тебя останавливают, ты вот так вот сисе показала и отпускают. Да, да, помню вас, помню. Да что там говорить, просто мимо вас 250 пролетаешь, вы пока колымагу свою заведете, ты все уже дома. Вам-то на Мерсе, Теслах хорошо. Хабаря дали и отпустили. А нас на Тавриях и Жигулях эти казны никогда не пропускали. Всегда по полной штрафуют. Велосипеды вы вообще за транспорт не считали. Спасибо вам. Так, это что тут происходит? Маску быстро надели. Вы что, не слышали? Карантин! Социальная дистанция должна быть полтора метра! А если вот это все не будете слушать, то штраф 17 тысяч гривен! Вы как это вообще докажете, а? Так везде ж камеры! А, 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 а. А-ща! Правда! И вообще, можете расходиться, потому что у нас тут будет дезинфекция. Лида, наливай по 50 грамм санитайзера, а то бацильные пришли! О, блин! Да что ты, ну куда? Так вот ты какой, ликероводочный для женщин. Здравствуйте, мужчина, чем могу помочь? Бутылки принимаете? В смысле? Ну, как в пивной. Ну, четыре типа сдаёшь, и тебе одну полную дают. А, нет, мы по-другому работаем. Пять? Что пять? Ну, пять сдать надо. Нет. Блин, придётся, значит, ей что-то покупать. Может быть, вы заодно и себе что-нибудь выберете? Там мне-то зачем? У меня вообще экономный вариант 20 гривен. О, пожалуйста, смотрите, вот морской бриз. А сегодня в честь праздника, вот, запах новой машины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а чем так воняет? Как будто кто-то навалил в новой машине у моря. Не в курсе. Да. О, да. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, три флакона женских духов. О, красавчик. Сразу на три года вперёд покупаешь. Молодца. Это, между прочим, трем любовницам. И один мужской, пожалуйста, запах. Это мужа одной из любовниц. Всё-таки лучшие друзья. А вот это что за наборчик у вас? Ой, это прекрасные кремы на основе мёртвого моря. Один набор мне, пожалуйста, для тёщи. Отлично. Вы знаете, они так омолаживают. А, омолаживают? Тогда отменяйся. Повёлся на слово мёртвое? Да, сколько с меня? С вас три тысячи гривен. Хорошо, замечательно. Возьмите. Скажите, а презервативы у вас есть? Презервативов нет. Пакетик давать. Пакетик. Ой, нет, ну в смысле, для духов пакетик давать? Для духов. Конечно, конечно. Хорошо. Пожалуйста. Для Светочки, для Анечки, для Наташки с мужем. Замечательно. Главное ко всем успеть теперь и всё сделать. И сдачи. Смотри, не сотрись, мужик. Да, он за сто лет эксплуатации на один микрон стирается всего другое. Слушайте, девушка, я вот что-то вообще понять не могу. Чё у вас все духи рыбой воняют? Какой рыбой? Копчёной селёдкой. А, вы знаете, вот вы... Понюхайте эти, только возьмите в другую руку. О, эти не воняют. Да. А может быть, вы сегодня рыбу ели? Нет. Вчера. Скажите, для кого вы выбираете? Для бабы, для своей. Отлично. Скажите, давно знакомы? Хо-хо. Пять лет душа в душу. Ну, правда, мы три года назад расстались на три года. Это всё из-за духов. Говорит, я их выпил. Что ж там пить 20 грамм? А скажите, а сколько даме лет? Не, ну это как посмотреть. Вот когда накрашена, лет 25. Вот не накрашена, лет 35. А когда утром, в бегутях, я её вообще с тёщей путаю. А, скажите, а на прошлое 8 марта, какой аромат вы ей подарили? Какой аромат? Я просто ёлку вынес и всё. Давай, давай, давай. А что ты купишь? А может всё-таки, ну как бы... Никаких, может всё-таки, ну как бы... Хорошо, пожалуйста, 200 упаковок по карабану и 300 живанши. Вот это ты, мужик, перед женой накосячил. Нет, это... Я, понимаете, я просто единственный мужчина на швейной фабрике. Женщина, вот что ж вы так с единственным мужчиной на швейной фабрике, а? А что он нам в прошлом году по тюльпанчику только подарил? 500 тюльпанов это тоже деньги между прочим... Так ты не это! Я сама деньги считаю! Слышь, мужик, может ты просто уволишься и всё? Я пробовал, ну понимаете, я директор этой фабрики. Вот, а она главный бухгалтер, она мне зарплату платит. Ну, тут как бы... Я тебя уволюсь, я тебя уволюсь! А, вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Девушка, вы нам счётик скиньте, мы вам по безналичку передадим, да? Да, да, да. Ага. Ну, вот что, я могу быть свободен? Какой свободен? Сегодня праздник, корпоратив, и 500 женщин ждут любви и ласки. Пошли! Нет, нет, нет! Ха! Это точно сотрётся! Женщина, вот вы мне объясните, вот это 150, это объём в миллилитрах? Нет, это цена в долларах. Хираси. Лакосте. Хираси, у нас такое не представлено. Это что, Япония? Нет, это украинский бренд. Он объединяет все зарубежные бренды. Хираси. Вы знаете, не слышала, не слышала. Так а чё ж вы все женщины только такие духи просите, чтобы хираси... Есть что-то дешевле у вас? Ну, вот есть точно такой же аромат, но только пробник и без крышечки. 100 долларов. О, я понял. Так а если без бутылочки, это ещё дешевле будет? В смысле? Ну, в смысле, на разлив. Тарта у меня с собой, оп, и всё. А, нет, конечно, у нас вообще-то серьёзное учреждение. Серьёзное учреждение? Если у вас серьёзное учреждение, то орешки должны быть бесплатными. Это шариковая пудра. Я прошу прощения, мужчина. А вы покупаете? Принюхиваюсь. Девушка, тогда мне дайте, пожалуйста, для моей жены крем для тела, крем для лица, крем для рук, крем для ног. И? Что и? Ну и для интересных мест. Спасибо, что подсказали. Эй, девушка, крем для век. Для каких век? Ты чё? Ты если бабу всеми этими кремами обмажешь, она ж во время секса выскользнуть может? Вы не понимаете, это для красоты. О! Для красоты я тоже люблю, когда моя красоту наводит. Особенно я люблю вот эти маски, когда у неё огурцы на глазах вот так лежат. А при чём тут огурцы? Ты чё, это вот океанная закусь. Девушка, давайте вот всё. Да всё, хорошо. Так куда всё? Ты вообще с женщиной живёшь или с заварным пирожным? Зря вы так. Между прочим, после этих кремов кожа становится нежной и гладкой. А? Как попка у младенца? Так у тебя что, жена, одна сплошная попка? Вот с вас две тысячи гривен. Я могу телефоном рассчитаться? Конечно. Оба-на! Так а я тоже могу телефоном рассчитаться? Вот вы своим нет. Блин. С наступающим вас. Слушай, а зубом? Он золотой, реально. Нельзя рассчитываться ни зубом, ни собаками. А зубом собаки? Нет, конечно. Вот чёрт! Поистине бесовской праздник, поистине бесовской. Пока всем служницам подарки отыщешь, самому кочуриться можно, здравоствуйте. Батюшка! Так 8 марта, это ж вроде не церковный праздник. Ещё какой церковный? Это праздник всех мужчин великомучеников. Что у вас из новой коллекции есть? Так, у нас из новой коллекции есть Живанши, Дьявол в оплоти, Дольче Габбана, Дьявол в дьяволе и новый аромат, сербский, Дьявол Дьяволович. А есть ли что-нибудь не такое тематическое? А, да, конечно, вот. То есть чурная мантия и божественная страсть. Божественная страсть? А ну-ка. Это что, с феромонами? Не надо с феромонами, мы с дьяконом не железные. Вот это что? Что за аромат? Вот это? А, это новый аромат с нотками сандалового дерева. Ну-ка, ну-ка, можно? Вот это давайте налью в кадила, пускай прихожане порадуются. Все? Да, ну и одну божественную страсть. Гулять так гулять. А вот, пожалуйста. С вас 999 гривен. Ой, что ж так дорого. А с моей скидочкой? А, с вашей скидочкой, да, забыла. 666. Вот это уже по-божески, давайте. Так, а у вас карточкой или наличными? Черный нал. Благодарствую. Слушайте, батюшка, батюшка, подождите. Слушайте, вот, а если я не подарю подарок на 8 марта, это большой грех? Нет. А, ну ладно, все хорошо. Но ежели ты крепко решил не поздравлять свою женщину с 8 марта, советую тебе исповедоваться и заодно на отпевание запишись. Очереди у нас большие, удачи. Так, это, девушка, давайте срочно мне помогайте, давайте. А ну, что вам, какой аромат, посвежее или стойкий? Стойкий такой, чтобы раз пшикнуло и 5 лет воняло. Но подешевле, да? Да. Вот это, что у вас такое? А, это мыло для интимных мест. То есть, если я случайно перепутаю, и лицо этим делом умоет, а шо у меня на лбу вырастет? Боже, ничего у вас там не вырастет. Вот это не надо рассказать. Я в интернете видел, так там у одного мужика... Ой, тут дети, да, извините. Так, второй А, стоим тихо. Девушка, мне, пожалуйста, лучший аромат из последней коллекции. О, вот, пожалуйста. Так, дети, смотрите сюда. Если ваши родители захотят поздравить вашего классного руководителя с 8 марта... Скажите, что мне нравятся вот эти духи. Запомнили? Да. Хорошо. Так, осталось 5 класс в ювелирный сводить. И 11-б в магазин меха. А что, выпускной класс? Пусть мне шубу дарят. Да? Да! Молодцы, пойдем. Вот, моя пацана, когда в школу пойдет, в жизни учителям ни на что сбрасываться не буду. Скажите, вы уже определились с ароматом? Слушайте, я вот это тут нанюхался, мне теперь все духи одинаково воняют. Что такое? Возьмите кофе. Не духи, конечно, но тоже подарок неплохой. Нет, кофе нужно понюхать, чтобы возбудить обоняние. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а у вас есть духи с феромонами? Ой, да, сейчас, простите. Ага, я смотрю тут. Вот, пожалуйста, да. Можно? Да. Ну что, хочешь меня? Нет. Что-то не работает. А сейчас? Нет. А сейчас? А сейчас? Я тебя хочу. Иди сюда, иди сюда ко мне. Ой, простите. Я вам женский дала, извините. Вы чего наделали? Как я в метро поеду теперь? Ого, господи. У меня претензия. Сразу претензия. Ну, посмотрите, что это. Флакончик. Это не просто флакончик. Вы посмотрите. Тут трубочка не достает до самого доныша. Полмиллиметра. Скажите, пожалуйста, как моей жене выпшикать все? Вы мне объясните. Нет, подождите. Ну, здесь же всего две капли осталось. Я думаю, вашей жене они уже не нужны. Может быть, они ей уже и не нужны. Но у меня с ней есть договор, что я куплю новые только после того, как она выпшикает старые. Так от меня что вы хотите? Вы можете эти две капли учесть в цене новых. Как вы себе это представляете? Очень просто. Я подсчитал миллилитраж. Да. Нужно вычесть из цены новых 0,1%. Ничего я вычитать не буду. Мужик, это же рижская сирень. Ты что, их 30 лет назад покупал? Да. Вам хватило на 30 лет 20 миллилитров? Хватило бы и на всю жизнь. Но просто в прошлом году мы сильно шиковали. Каждую субботу целый пшик. Вы знаете, максимум, что я могу для вас сделать, это скидку 1% на новый аромат. Вот это уже разговор. Самый дешевый. Вот, пожалуйста, как вам эти? Отличный аромат. А вы куда? Мне нужно посоветоваться с женой. Давайте мы хотя бы с вами разберемся. Давайте. Давайте. Куда вы пшикаете? В рот мне пшикать, и я все на вкус воспринимаю. Ой, 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 ой. Что? Я забыл флакончик. Вы им пользовались. Нет. Но я же вижу, нет полкапли. Нет, не пользовалась. Вы им пользовались. Покажите мне камеры видеонаблюдения. Да я не пользовалась. Люди грабят, грабят все из белых дня. Тихо, 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 тихо. Мужик, тихо, спокойно. Слушай, ты хотел 0,1% за это все, да? Да. Вот я тебе даю целых 20 гривен. И покупаю у тебя их. Это уже отличный гешефт. Но только еще бутылочка очень красивая. Можно еще 10 гривен? На. У меня тара своя. Бери. Ладно, ладно, хорошо. Раритет. Спасибо вам, девушка, спасибо. Подожди, там же всего две капли. Правильно. На сегодня моей жене хватит, а завтра уже все. Девятое. Когда холодно. Апши! И скользко. Блин, санки забыл. Нужно срочно поднимать настроение. Свята правда. Только как это сделать? Ну? Ну? Максим Николаевич, вы не поняли вопрос? Не, я понял вопрос. Я жду варианты. Вариант только один. Наши! Дизель-шоу! Дизель-шоу! 22 и 23 февраля. Это высокое искусство! Успейте приобрести билеты на концерты в Дизель-шоу.